Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео делаем абсолютно честный обзор на Ауткаст, он же Изгой в переводе, которого вы сможете забрать, имея особый пропуск в операции Распад. Дойдя до 30 уровня, вы заберете себе Ауткаста, ну а дойдя до 55 левела, как обычно, заберете его легендарный внешний вид, который меня лично очень сильно расстроил. Сейчас покажу почему. Если вы зайдете в каму и посмотрите, как машина смотрится с камуфляжом, а теперь давайте камуфляж снимем. Заметили какую-то разницу? Ну да, немножко есть, но все же. Окей, хорошо, загорается у нас фонарик, у нас есть вот такая вот квадратная балабуха вокруг орудия, у нас появляются зубы на вот этих двух фальш-панелях и добавляется вот этот боковой пулеметик. Если смотреть с этой стороны, если смотреть с этой стороны, то снимаем, одеваем, да ничего не меняется. Единственное, что здесь еще сверху на башне появляется, я не помню, как правильно называется, у стоматологов вот этот вот прибор для сверления зубов. Напишите в комментариях, потому что у меня реально из головы вылетело, по-моему, бормашина, точно. Так вот, ребят, я лично очень сильно расстроил. Мне бы хотелось, чтобы если я уж и должен дойти до 55 уровня в батл пассе, то чтобы машина действительно преображалась. Ну, по крайней мере, как это было с предыдущими тачками. А вообще лучше, чтобы этот легендарный внешний вид не надо было вообще зарабатывать, как это было раньше. Чтобы машина сразу была в своем легендарном внешнем виде. И не стоило думать по поводу того, что на 55 уровне я только смогу забрать вот этот какой-то определенно изменяющий внешний вид машину, внешний облик. Ну, не знаю, почему ребята поленились, поленились, да и поленились. Практически ничего не сделали. Что касается ТТХ, это практически полная копия проходной Шкоды PGS, которая есть в дереве исследования сборной Европы. Если посмотреть на сравнение технических характеристик по данным машинам, то вы обратите внимание, что машину, я бы сказал, больше понерфили, чем ее апнули. В чем ее апнули? Ее апнули исключительно в том, что добавили ей 25 единиц альфы и ей добавили скорости движения назад. Во всем остальном машина осталась та же самая. А вот в чем ее понерфили? Ее понерфили существенно в ДПМе. Ее понерфили во времени перезарядки, соответственно, в количестве выстрелов в минуту. Ну, ее апнули типа в мощности двигателя, но я не считаю это апом, потому что это условные цифры, которые, я уверен, даже не прочувствуете. Потому что эффективность удельной мощности лошадиных сил на тонну 14,6 против 14,3, то есть 3 десятых, это вообще ни о чем. Ровно как и удельная мощность в целом в лошадиных силах, которая увеличивается всего лишь на 0,2. Ну, это как бы смешно, согласитесь. Что касается брони, то опять-таки понерфили, да, по бортам, по корме все то же самое, а вот спереди корпус еще и стал мягче. Он, в принципе, и так не сильно жесткий был, да, 165 миллиметров. А 149, ну, как бы я не понимаю, что произошло, зачем ребята это сделали. Может, они хотели как-то сделать наоборот, может, они хотели на 25 единиц альфу уменьшить, но увеличить как раз время, а точнее не так, количество выстрелов в минуту и уменьшить время перезарядки, ну, не знаю, может, запутались, а может, это действительно был какой-то заблаговременно продуманный план действий, но я, честно говоря, не совсем разделяю. Я считаю, что если машина находится вот здесь вот в особом пропуске, то она должна быть чем-то круче, чем обычный проходной аналог, с которой машину перерисовали. Ну, ладно, окей, это я так, поскольку машину не тестил, возможно, просто наговариваю на этого красавца, но это мои мысли вслуг по поводу того, чего я ожидаю от данной тачки. Ну, а что она собой представляет, мы обязательно в этом бою посмотрим. Также я вам расскажу, каким образом можно ее забрать абсолютно бесплатно. Ладненько, давайте так, по бронепробитию. Здесь 152 миллиметра я поставил оборудование, амуницию, максимально попытался улучшить время перезарядки, и таким образом дошел до 1759 единиц. Короче, так, как в таблице и показывал. Время сведения, разброс, я бы сказал, что все то же самое, что у проходной тачки, и угол склонения орудия вниз минус 7. Ну, вот как бы и все. Особо рассказывать не о чем. Типа, будем играть от альфы, но 25 единиц прибавки я лично каким-то существенным апом не считаю. Я понимаю, если бы у данной тачки было там 250-270 альфы и увеличенное время перезарядки, окей, а так, ну не знаю, ребят. Мне кажется, что не совсем апнули. Ну что, отправляемся в бой для того, чтобы машину заценить. Ну а я параллельно расскажу вам, как забрать данную тачку абсолютно бесплатно. Для этого необходимо подписаться на мой канал. Вот прямо сейчас нажимаете на желтый шильдик в правом нижнем углу, становитесь подписчиком канала, и пишите под этим видео комментарий не менее 7 слов, в котором обязательно указывайте свой игровой никнейм и ID на Евросервере, чтобы я смог зачислить вам то, что мы разыграем на ближайшей прямой трансляции 3 августа. Под шестью видео, оставляя комментарии, вы сможете участвовать в розыгрыше одного из шести особых пропусков. Если хотите подробностей, ссылочка сейчас в правом верхнем углу, и плюс я ее добавлю в описании. Поверьте, ничего сложного. Четверо ребят уже выиграли особые пропуска на этот месяц. Плюс к тому, ребята выиграли 30 дней прем-аккаунта. И плюс к тому, 3 августа мы еще разыграем машину. Одну из списка, которые вы найдете в описании к данному видео. Переходите по ссылочке, посмотрите видосик, как поучаствовать в розыгрыше, определитесь с тем, какую машину вы бы хотели себе забрать из списка, который есть в описании к видосу, ну и, соответственно, участвуйте в розыгрыше. Все, кто у меня что-либо выигрывали, все всегда все получают. Это не развод, не замануха и не попытка набить себе исключительно подписчиков. Это моя попытка сделать приятно тем ребятам, которые не могут по какой-то причине позволить себе купить особый пропуск самостоятельно. Откатываемся назад, ход назад. Я, честно говоря, не сильно ощущаю разницу с проходной тачкой. Зная по поводу того, с кого эту машину срисовали, я немножко поиграл пару каточек на проходной тачке, на Шкоде. И скажу вам откровенно, я не ощущаю тех апов, которые были добавлены, да, то есть, которые были заявлены в ТТХ по данной машине. Ничего уникального, ничего интересного. Да, прикольный, интересный внешний вид, но не более того, машина абсолютно не стала более играбельная. Она не стала прям совсем более результативная. Да, безусловно, если вы в бою проведете плюс-минус то же самое количество времени, сделаете то же самое количество выстрелов, которые будете делать на проходной тачке, вы получаете плюс-минус тот же настрел. Но мне бы хотелось, чтобы этот плюс-минус все-таки был в плюс, а не усредненный, ну и, соответственно, таким образом получать больше удовольствия от машины. А также ДПМ заниженный, как вы видите, пробивают куда? Пробивают вот сюда, вот в командирскую вот эту вот башенку, да, командирский лючок, и шьют туда прям напропалую. Не знаю, не знаю, почему так пугают корпуса. Возможно, я просто корпус прятал за укрытием, но прошивают эту комбашню просто на ура, а размеры у нее, я бы сказал, ну не знаю, как у тазика, в котором моя бабушка когда-то белье стирала, только перевернутый и приваренный зачем-то к этой башне. Ладно, досматриваем бой, сейчас возьмем машину и попытаемся заехать еще в одну катку. Ну просто потому что данный бой, он не является прям совсем показательным, да и плюс машина новая, и одной катки уж точно недостаточно для того, чтобы заценить все возможности, ну либо отсутствие каких-то возможностей у данной машины. Что касается того, как можно отыгрывать от альфы. Ну не знаю, разве что где-то спрятаться за спинами своих союзников, тогда окей, но все равно, с учетом нижнего, ну ниже ДПМа, чем у проходной машины, я не думаю, что настреливать получится много. 800 с копейками единиц урона, понятное дело, что это не фармер, плюс у меня прем-аккаунт установлен, сейчас посмотрим, что было бы без према, ну 3800, опять-таки это проигрыш, плюс я там немножко потратился на амуницию, ну и что касается моей результативности по команде, то третье место, но проиграли мы явно не из-за того, что я сплоховал или машина прям совсем негодная, а просто потому, что вся команда как-то тускленько сыграла. В любом случае, хвалим тех ребят, которые заняли первые места в обоих командах, просто в виде проявления уважения к ним, все старались, все большие молодцы, ну а ребята из противоположной команды действительно красиво победили, вопросов нет, с довольно неплохими результатами. Ну что, берем машину и закатываемся еще в один бой. Я, честно говоря, предполагаю вам, что данная машина, это ничем не отличающаяся, кроме внешнего вида, проходная тачка. Вот и все. Если были машины в предыдущих батл пасах, за которые я прям рубаху на себе был готов рвать, для того, чтобы заиметь эти машины себе в коллекцию и в ангар, то про данную машину, к сожалению, я этого сказать не могу. Но не фанит она, не доставляет удовольствия, и когда заходишь в бой на этой машине, у тебя нет ощущения, что ты заходишь на чем-то потенциально более крутом, чем у других игроков. Я не говорю по поводу того, что вы не должны покупать себе особые пропуска, или вы не должны выигрывать их у меня на канале, и что нет смысла вообще потеть в батл пасе. Смысл есть. И этот смысл сводится к тому, что помимо вот этой основной награды, которую вы получите, если пройдете весь батл пас, имея особый пропуск, вы наберете огромное количество дополнительных вещей, которые помогут вам быстрее прокачиваться, которые помогут вам покупать что-то за голду, потому что там вы сможете забрать порядка трех тысяч золотом с учетом сейфов, вы заберете нормальное количество серебром, вы заберете себе свободный опыт, и много-много всего другого. И это действительно очень выгодно. Но потеть именно из-за ауткаста, я считаю, не совсем правильным. Машина оказалась слабоватой, и разработчики непонятно почему не апнули то, что необходимо было апать в проходной версии данной машины, ну и, соответственно, таким образом получить более качественный аппарат. Дожидаемся входа в бой, ну и там будем дальше его заценивать. Друзья мои, ну вот как видите, впереди нас едет объект 244, который ну очень, очень внешне на наш похож, но в отношении башни так уж точно. На моем канале вы всегда найдете исключительно честное мнение о том, что происходит в игре, и исключительно честные обзоры на танчики. Выскажу свое мнение по поводу данной машины, и что бы я сделал с ней. Ну, точнее, не так. Своё мнение по поводу данной машины, по-моему, я уже достаточно подробно высказал, и довольно-таки доходчиво объяснил, почему я считаю именно так. А вот что бы апнул я на месте разработчиков? Ну, во-первых, я бы ему забронировал вот эту огромную комбашню, для того, чтобы на нем можно было отыгрывать хотя бы от башни. Если вы не хотели апать ему возможность играть от башни, то можно было добавить ему, допустим, УВНов, потому что орудие вниз практически не склоняется. Если вы не хотели апать ему спуск орудия вниз, чтобы было более комфортно играть на неровностях, то почему не апнуть ему, допустим, ДПМ? Ну окей, хорошо, не хотели вы апать ДПМ, апните ему броню в корпусе. Но апните в нем хоть что-нибудь, чтобы он действительно отличался от проходной тачки. А также получается, что он реально, ну, хуже, чем проходняк. Объективно хуже. Если посмотреть на ТТХ, то уж точно навряд ли кто-то скажет обратное. Ну, может, найдутся те ребята, которые готовы популяризировать все, что угодно, для того, чтобы попасть в любимчики к Wargaming. Но я к ним не отношусь. И когда я получал свой пресс-аккаунт, мне Wargaming обещал абсолютную свободу слова и возможность высказывать свое мнение по поводу того, что в игре происходит. Главное, чтобы это не было просто обычным обсираловым того, что в игре есть, а объективная критика. Ну согласитесь, критика-то объективна по отношению главной награды Battle Pass. Если вы со мной не согласны, то пишите обязательно об этом в комментариях. Если вы со мной согласны, то уж тем более пишите об этом в комментариях. И вообще, выскажите, пожалуйста, свое мнение по поводу этой тачки и по поводу того, что вы видите сейчас на экранах. Да, я не супер нагибающий игрок. Я не киберспортсмен, я не статист. Я играю, как большинство игроков. И вот у большинства игроков данная машина будет отыгрываться именно таким образом. Я вот сейчас теоретически мог бы выжить, если бы у меня было больше брони и, возможно, еще объекта 244-го добрал. Сейчас же мне остается надеяться на умелость моих союзников, которые даст бог этот бой вытащат, и мы сможем посмотреть на результаты, которые получаешь по бою в виде фарма, допустим, ну, либо там опыта, если вы победили, а не проиграли. Не знаю, ребят, у меня смешанное чувство по поводу данной машины. С одной стороны, мне очень нравятся машины нестандартного внешнего вида. Ну, а с другой стороны, мне бы хотелось, чтобы машина меня радовала не просто потому, что она выглядит нестандартно, а потому, что она доставляет удовольствие качеством игры, которое ты можешь на этой машине себе обеспечить, даже если ты не супер, не знаю, какой-нибудь подкованный и умелый игрок. Сейчас смотрим, слава богу, благодаря нашим союзникам на результаты в победном бою, ну и, соответственно, будем подбивать итоги. Что касается урона. 1326, и по моим ощущениям, урон, который вы будете вывозить на данной машине, когда к ней привыкнете, будет танцевать где-то в районе 1700. Но не более того, в редких случаях больше, если какие-то соперники не будут на вас прям в упор смотреть, и не будут по вам стрелять. Третье место в команде по урону. Хвалим наших ребят, потому что они действительно молодцы, спасибо им большое. Они затащили, точнее, вытащили остатки, которые необходимо было достать. Я умудрился сделать один фраг, и, слава богу, уже этому рад, и мне просто повезло, что меня сарай не пробил. Ну вот, как есть, так есть, Игорьку немножко не повезло. Что могу сказать от себя? Стоит ли батл пасс того, чтобы его проходить с особым пропуском? Да, ребят, однозначно стоит. Потому что, если вы переведете ту сумму денег, которую вы потратите на приобретение особого пропуска, на то, чтобы купить, допустим, там, той же голды и всех вот этих вот дополнительных ништяков, которые вы здесь получаете, то, безусловно, вы поймете, что это действительно выгодно. Если вы продадите, допустим, там, машину первого уровня батл пасса, вы получите всего 100 единиц золотом. Если данная машина вам не понравится, и вы не коллекционер, и вам достаточно проходной версии данной тачки, то вы ее тоже сможете продать и получите, как обычно, 500 золотых монет. Финансово, безусловно, выгодно. Будете ли вы фаниться конкретно на этой машине, я очень сильно сомневаюсь. Если мы посмотрим на другие тачки, которые были у нас в батл пассах, допустим, из тяжей, то мне, допустим, очень понравился Киборг. Он играется гораздо интереснее, чем проходная его версия. Мне понравился Магнус, который тоже в чем-то играется гораздо интереснее, чем проходная версия данной машины. Я говорю про М6. Мне в чем-то понравился Ледокол. Во-первых, нестандартный внешний вид. Во-вторых, вполне себе играбельная машина. Даже тот же самый Феррум, который был в предыдущем батл пассе, на меня произвел гораздо больше впечатления, чем батл пассовская машина этого месяца. Ну, а не одной батл пассовской машиной стоит мерить целесообразность прохождения с особым пропуском операции распад. Если вы хотите получить бесплатно особый пропуск на этот месяц и забрать все вот эти награды, не потратив ни гроша, как я уже сказал, подписывайтесь на канал, посмотрите по ссылочке, которая есть в описании видео, с тем, что от вас требуется. И приходите обязательно 3 августа на прямую трансляцию, которая состоится у меня на канале. Там, где мы разыграем с вами, ребят. Одну из тех машин, которая есть в описании к данному видео, и разыгрывать будем среди тех ребят, которые оставляли комментарии под шестью видосами, начиная с первого, ссылка на которое есть опять-таки в описании. Я побежал снимать для вас следующий видос. Ну, а вы думайте, участвовать в розыгрыше или нет, пытать удачу или не пытать. Мне кажется, что попытать удачу безусловно стоит, ну, просто потому что от вас-то, в принципе, денег никто не просит. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok